оля здравствуйте у нас сегодня будет эфир с геннадием на тему социальный характер делаем каждую неделю геннадий я сообщаю тем кто присоединяется раз в неделю у нас эфиры про старший аркан и таро вернее через неделю и через неделю радикалов характера посмотрим получится ли у нас найти друг друга на этот раз антисоциальный характер да здравствуйте супер я вас вижу я вас нет но не страшно я уже привык потому что у нас с вами периодически такая история случается да обычно вдвоем не видим тут антисоциальный характер меня запустил а то есть вы меня видите и я вас не вижу да если хотите можем перезайти как считаете нет я думаю я думаю нет я думаю можем так продолжить оно все равно сохранится в порядке все будет поэтому я думаю не страшно может так делаем у нас сегодня очень интересные эфиры знаете вот буквально перед за три секунды до начала у меня пришла мне пришел вопрос может быть я с него и начну ну вообще вопрос не связан с антисоциальным характером хотя вопрос связан с новым сериалом о котором сейчас все говорят вы возможно видели слово пацана кровь на асфальте не успел еще еще не успел вот уже тоже о нем слышал но еще не посмотрел потому что я хотела у вас спросить мнение на этот счет и в частности но может кстати в тему сегодня да там наверное есть что-то связанное с антисоциальным характером вы знаете из того что я слышал про этот сериал это очень даже в тему это очень даже единственное что я считаю наверное не смогу оперировать примерами потому что сам я не смотрел вот но коллеги смотрели уже пообсуждали поэтому так вот я примерно имею представление о чем то а вы будете смотреть думаю посмотрю думаю посмотрю потому что вопрос у меня собственно такой основные споры насчет этого сериала связаны не с самим сериалом все говорят что он качественно интереснее я тоже не смотрела но хочу тоже посмотреть но говорят что это может быть становится негативным примером для молодежи потому что он становится популярным и не может ли быть романтизация вот этого образа жизни ну не знаю сейчас мы можем об этом возможно в другой раз потому что мне вот интересно как вы считаете нет я думаю это будет влиять но я думаю не в этом основная проблема потому что вот как мы сегодня будем говорить антисоциальный характер не формируется потому что кто-то так хочет я имею ввиду ребенок не хочет у себя такого характера тут огромное количество влияния среды и знаете то есть учитывая что там показаны я не очень помню какой там период вот но это по-моему не 90 это по-моему чуть попозже наверное да 80 даже раньше да то есть получается там это зависит от среды и вот мы сегодня как раз и будем говорить о том какой должна быть среда для того чтобы собственно говоря такой характер мало того что сформировался чтобы он еще рос и поощрялся да то есть укреплялся поэтому знаете как если среда не будет поддерживать такого рода поведения да то есть как бы человек не хотел и никакой пример он ни с кого не сможет вот ну в должной степени взять и попрактиковать вот поэтому только на один сериал здесь я бы как бы ответственность не прикладывал точно ну я думаю что он и появился тоже в том числе вот потому что время сейчас такое да ага то есть это не просто так сейчас его сняли соответственно что ну сняли я уверен сняли наверное не просто так скорее почему он такой резонанс вызывает именно сейчас вот это вот это не просто так потому что социальные условия сейчас вот как раз очень способствуют на мой взгляд интересно я бы поговорила ну наверное тогда вы посмотрите я вас потом расспрашиваю мы может быть с вами да как-нибудь вернемся к нему на какой-нибудь другом эфире да то есть когда правда вот я думаю на каком может быть даже на суде мы пообсуждаем хотя это косвенно будет связано да но там просто может как фоновый фактор возникнуть это будет не скоро как-то вернемся через месяц ну надо как-то и посмотреть мне его тоже ну я к тому что следующие наши темы они не очень будут связаны ну вот разве что мы можем на башню немножко заткнуть ну башню на следующую в следующую пятницу да хорошо хорошо отлично тогда мы говорим сегодня про антисоциальный характер какой это характер как он образуется у ребенка ну антисоциальный характер это термин исключительно профессиональный да то есть я думаю что в простонародье все сталкивались с таким словом как социопат вот мы сегодня с вами будем говорить про социопат собственно говоря это и есть то есть как бы вот такое вот ну просто народное название другое дело да вот я хотел об этом немножко сказать на позже но в принципе я думаю что мы с этого можно и начать я думаю что слышали все такое слово психопат тоже да то есть вот и тогда возникает вопрос то есть психопат это социопат это одно и то же или это не одно и то же потому что ну когда мы пользуемся пользуемся этими словами в простом вот таком просто народной речи мы не особо склонны там к определениям апеллировать да и очень четко разбираться в том, что это слово несет за собой, но это не одно и то же. Дело в том, что здесь есть, с одной стороны, немножко такая терминологическая путаница, потому что терминажи тоже, они немножко меняются, они начинают по-другому звучать, в, допустим, той же профессиональной среде. Мы когда с вами только начинали вообще всю серию про характер, мы говорили о том, что у нас есть, собственно, характер, есть акцентуалат, есть психопатия, если помните, да, мы говорили. Мы говорили, что психопатия – это крайняя форма проявления какого-то одного радикала характера при полной абсурсии адаптации и использовании стратегии других радикалов, то есть когда человек застревает в одном. Это вот, в общем-то, если это языком правильно называть, это называется расстройство личности. Так вот, психопаты – это не только социопат. То есть психопатом может быть человек, в принципе, и с нарциссическим радикалом, он может быть, то есть вот психопатия, они разные, они есть истероидные, они есть вот, ну, в зависимости от того, параноидное может быть. То есть социопат – это вот именно обозначение антисоциального радикала. То есть мы имеем, с одной стороны, социопата как обозначение радикала, а психопата как обозначение уровня расстройства. Вот эти вот две вещи надо сразу развести, потому что, чтобы не было, как сказать, искушения такого их взаимозаменять, использовать их как синонимы. Они не синонимы на самом деле. Просто почему такое возникает? Потому что, ну, у нас в кино, собственно говоря, психопат – психопат, да, как только появляется социопат, его называют психопатом. Ну, и понятно, что у человека вне профессии может быть буднице в связи с этим. Поэтому будем говорить про социопат. Либо, вот, правильным языком говоря, антисоциальный характер. Вот. Это вот то, о чем сегодня речь будет. Значит, как обычно. Значит, начинаем с самого детства. И на что надо сразу, на чем сделать надо сразу акцент? На том, что одной из потребностей человека, причем независимо от его возраста, является потребность в определенности. То есть, мы должны хотя бы примерно ориентироваться и понимать, в каком мире мы живем. То есть, на кого можно полагаться, на кого нельзя полагаться. То есть, как нам ориентироваться в пространстве. Причем, как в физическом пространстве. Это означает, что должны быть надежные реакции от людей. И должна быть хоть, как сказать, хоть какая-то способность более-менее прогнозировать что-то. Ну, потому что от этого очень сильно зависит общий уровень тревог. И, ну, эта потребность, она важна не только, как сказать, ну, она, скажем так, важна абсолютно для любого человека взрослого. И, само собой, понятно, насколько она важна для ребенка. Вот. Потому что ребенок в очень большой степени нуждается в определенности, да, то есть в некоторой стабильности. Но, вот здесь вот единственное, надо сделать такую оговорку, что для ребенка это скорее не событийная некая определенность, это скорее эмоциональная определенность. То есть ребенок должен понимать, что у него одни и те же какие-то его действия вызывают одинаковую устойчивую эмоциональную реакцию тех взрослых, с кем он, собственно говоря, проживает, от кого он зависит. Вот. Это некая, знаете, как ожидаемость, да, то есть вот когда он знает, что если он ведет себя так, мама будет радоваться. Если, вот, допустим, он ведет себя как-то по-другому, мама может на него злиться, да, и реакция одинаковая. То есть она предсказуема в данном случае. Если, допустим, мы говорим про условия формирования антисоциального характера, то это семьи, в которых, к сожалению, родители вот эту вот определенность ребенку сформировать не дают. Из-за чего это получается? Потому что родитель может абсолютно по-разному реагировать в разные периоды времени на одни и те же действия ребенка. Более того, это, знаете, это такая смесь обычно очень большого попустительства с очень жесткими наказаниями. То есть вот, например, сегодня вот можно играть с этими кастрюльками на кухне, вот даже мама сама дала эти кастрюльки ребенку играть на кухне, а вот завтра она за то, что он взял их играть, она его за это жестоко наказывает. Сегодня, допустим, отец там провоцирует ребенка на какое-то действие, а завтра он его тоже за это очень сильно отчитывает, наказывает, угрожает, ну и так далее. То есть вот у ребенка вообще нету никакого понимания, то есть, знаете, он живет в абсолютном хаосе эмоционально. То есть он не знает вообще, то есть какого рода реакцию то или иное действие вызовет у его родителей. Ну а ребенок от родителей, собственно говоря, зависит. И более того, это все равно некая, знаете, постоянная череда опасности, потому что ребенка наказывают. Вот, и наказывают, кстати, вот в подобных семьях достаточно жестоко. Вот. Поэтому, что еще здесь важно сказать? Вот эта вот возможность ориентироваться эмоционально в мире у ребенка, ну, собственно говоря, так и не формируется. Причем более того, знаете, как вот мы с вами говорили, когда прошлый характер обсуждали, симбиотически, мы говорили, насколько вот когда ребенок идет в первичную сепарацию, когда он начинает исследовать окружающий мир вокруг, он же не может этого делать без оглядывания на маму, помните, да? Потому что мама в данный момент, она в своей эмоциональной реакции, ну, в первую очередь, мимикой и тоном, она дает понять ребенку, с каким предметом он взаимодействует. То есть это хороший предмет, допустим, с ним можно играть, или это какой-то вредный предмет или опасный предмет, ну, и, соответственно, с ним играть не надо, он опасен. То есть ребенок учится, благодаря вот этой вот маминой эмоциональной реакции. Здесь, ну, мало того, он не очень понимает, как родители на него будут реагировать, да, то есть они в том числе, ну, вот это к маме вопрос, она не учит его вот этому эмоциональному языку. Это вот очень важно, ну, вот мы с вами специально на тему психосоматики не будем говорить, пока, по крайней мере, не запланировано, но это вот одна из очень важных задач мамы – научить ребенка облекать слова в свое эмоциональное состояние. Ну, потому что ребенок про это ничего не знает изначально. То есть ребенку нужно говорить, что сейчас с тобой происходит. Вот смотри, наверное, ты сейчас злишься, да, наверное, ты сейчас боишься, наверное, вот ты сейчас очень радуешься, да, то есть вот эти слова такие, как вот название чувств, там, радость, там, допустим, грусть, там, скука, там, интерес, то есть, ну, огромный диапазон у нас, вот, допустим, в языке есть вот этих вот всех состояний. Ребенок этому учится благодаря грамотному, эмпатическому оберкаливанию родителей, мамы в первую очередь. Вот если мы говорим про эти семьи, да, то есть, где вот идет будущее формирование антисоциального характера, там мало того, что ребенок не получает этого отражения, ну, потому что оно каждый раз разное. Более того, учитывая, что, ну, знаете, как ребенок же, он изначально все равно существо достаточно эмоциональное, и он пытается все равно, знаете, заслужить к себе какую-то устойчивую привязанность, любовь, да, для того, чтобы к нему позитивно, хорошо, устойчиво относились. И он, так или иначе, будет склонен проявлять те или иные чувства. Но проблема в том, что, когда он их проявляет, его наказывают еще сильнее. И тогда, знаете, вот у ребенка рано или поздно появляется вот это вот ощущение, да, что вообще чувства, они опасны. Чувствовать нельзя, потому что, если я буду чувствовать, да, то есть я, в первую очередь, буду проявлять слабость, и меня за эту слабость, то есть, ну, потом будут либо наказывать, либо я буду подвергать свою жизнь опасности. И вот именно в этот момент формируется то, что, собственно, будет составлять ядро дальнейшего антисоциального характера, это культ силы. То есть у ребенка уже вот в этом возрасте возникает вот эта вот идея, что единственной ценностью в мире является сила, и ничего больше. Соответственно, нету правых-неправых, есть сильный и контролирующий, и все остальные. Соответственно, надо полностью всю энергию, все свои таланты, да, значит, формировать вокруг умение проявлять силу, и вокруг умение контролировать, манипулировать, да, и всяческим образом, собственно говоря, ну, держать, как сказать, всех остальных под собой, да, то есть под контролем. Ну, потому что иначе это небезопасно. Ну, ребенок это видит, собственно говоря, в поведении родителей, ну, потому что там чаще всего родители тоже с таким очень хорошим антисоциальным радикалом, в частности, отцы, вот, они этим могут отличаться. Ну, и мама, которая не справляется вот с этой идеей эмоционального отражения, да, и, ну, знаете, как бы она даже если бы она это и делала, да, то есть учитывая, что эти реакции эмоциональные родительские, они нестабильны, да, то ребенку нет возможности дальше пользоваться этим эмоциональным языком. Он в семье не является ценным. Он не является, как бы, языком общения, то есть он скорее воспринимается как сигнал проявления слабости, да, за которым потом следует, ну, довольно жестокое наказание. Соответственно, что еще нам надо сказать здесь? Антисоциальный характер отличается отсутствием эмпатии, вот, во взрослом возрасте. То есть вот, если мы говорим о том, когда уже человек вырастает, а вот, кстати, тоже немножко забегая вперед, вот, почему не любят так сильно, да, то есть антисоциальный характер, и более того, в психологической литературе можно встретить мнение, что этот характер не подлежит психотерапии, что там невозможно уже что-то сделать. Извините, пропал. Потому что... Видите, я не вижу, когда я зависаю, поэтому вы сигналите. Что я последнее сказал, чтобы было слышно из последнего? Этот характер... Этот характер... Этот характер, да, вот если смотреть на источники современные психологические, есть мнение некоторых авторов, которые считают, что этот характер не подлежит психотерапии. что там нарушения настолько уже сильные, настолько глубокие, да, что сделать что-то уже для того, чтобы человеку, ну, как бы, вот, привить то, что у мужа не было привито вот в аттензитивном детском возрасте, уже невозможно, к сожалению. Поэтому есть, конечно, люди, которые все равно работают с социопатами, да, в той же психотерапии. Но, на самом деле, ведь, знаете, имея вот этот вот культ силы в виде вот этого основного ядра личности, человек же все равно так или иначе всегда будет проверять границы дозволенного. Именно поэтому антисоциальный характер настолько сильно и ярко, да, проявлен в криминальных кругах. Это, кстати, вот возвращаясь к сериалу. То есть, потому что, смотрите, если сила – это основа, и более того, тоже возвращаясь к сериалу, если вокруг полный бардак с точки зрения ценностей, и взрослые, которые не могут эти ценности адекватно каким-то образом произнести и предъявить, ну, ребенок начинает воспитываться в сторону антисоциального вектора. И проявлять себя вот таким образом. Ну, плюс ко всему, что подростки – это немножко еще особый возрастной период, да, то есть, когда, в принципе, идет возрастной кризис, да, то есть, и заново, ну, такое очередное формирование, достраивание своей идентичности. И там она особенно шаткая. И поэтому подросток, он в любом случае экспериментирует, вот. И, ну, тут абсолютно неудивительно, что выбирается, ну, вот именно такая модель поведения, да. А что, вы сказали уже, что взрослые тоже имеют черты, а, возможно, ярко выраженный социальный, антисоциальный характер. А что еще может быть у мамы, например, что она так себя ведет? Или какая-то стрессовая жизнь, что она сама не может справляться, видимо, со своими эмоциями и с адекватной оценкой реальности? Ну, здесь сложно сказать, что является причиной. То есть, ну, собственно, конечно, психологическая расшатанность, да, в том числе. Понимаете, ведь все равно вот эта вот идея стабильности, она все равно там должна быть центральной. Но тут вот в этих семьях ее нет. Но я думаю, что одной только вот этой вот, как сказать, вот просто непоследовательности здесь мало. Здесь должна быть еще обязательно проявлена очень сильная жестокость. Потому что ребенок должен видеть в том, что сила, да, в данном семье, она является основным параметром ценности. Значит, должна быть либо жестокость со стороны мамы, либо жестокость со стороны, скорее всего, отца. И жестокость поздравляет. Вы знаете, они же потом... Да-да-да, то есть, вы знаете, потом же вот когда я вот сказал о том, что их очень много в криминальных кругах, на самом деле вот истинного социопата что отличает? У него нету чувства вины. Он не чувствует ничего. То есть он, у него этот язык абсолютно не развит. И, знаете, когда их ловят все-таки, да, они не выражают раскаяния. Они выражают, скорее, сожаление о том, что их словили. Вот это один, кстати, из диагностических критериев, да, то есть как вообще распознать социопата. Социопат вину не чувствует. То есть он не умеет. У него, знаете, вот из-за того, что не развита эмпатия, он не способен понимать, что он кому-то в данный момент причиняет это. Ну, потому что эмпатия – это о чем, да? Ну, без разницы. Ну, головой-то он понимает. Ну, ему, конечно, без разницы, да. То есть, ну, там же, знаете как, вот мы же все равно существа чувствующие, да. То есть, ну, даже если и социопат вот у нас имеет место быть, да, то есть ему все равно как-то надо со своими эмоциями, хоть они у него вот в таком вот угнетенном состоянии находятся, как-то обходиться. В психологии есть такое понятие проективной идентификации, такой механизм, то есть когда то, что я не могу чувствовать сам, да, допустим, как по каким-то определенным причинам. То есть я заставляю манипулятивным способом чувствовать других вокруг себя. И таким образом упосредованно прикасаюсь к этим эмоциям. То есть вот социопат не может чувствовать страх, социопат не может чувствовать слабость, социопат не может чувствовать, допустим, какую-то вот, ну, как сказать, уязвимость. Ну, тогда все вокруг будут чувствовать. И тогда надо всех вокруг с помощью манипуляций, постоянного давления, то есть постоянного запугивания, то есть заставить себя таким образом чувствовать. Это вот немножко забегая вперед к разговору о том, что если к вам на консультацию Таро пришел социопат, надо вам очень сильно посочувствовать. И это вот мы с вами когда-то на ранних укирах говорили о том, что надо сворачивать консультацию тут же. А как понять, что он социопат? Ну вот по этим признакам, которые я вам сейчас называю. А как это выражается в обычной жизни? Ну смотрите, пришел человек, то есть к вам на консультацию, и вы в какой-то момент начинаете понимать, что о том вообще не про консультацию, то есть ему не нужна консультация. Он не пришел о том, чтобы узнать, каким образом, допустим, его ситуация выглядит в символике карт. Он пришел для того, чтобы поупражнять свою силу и власть над нами. То есть такие люди обычно прямо с порога, они начинают довольно сильно обесценивать, они локоть начинают запугивать, они начинают давить на вас таким образом, что полностью выбивают вас из основного режима работы. Основная задача какая? Выпить вас из эмоционального равновесия. То есть вы должны почувствовать себя испуганными, слабыми, уязвимыми, и это проявить. Все само утверждается, он уходит. То есть это вообще не про консультацию ни разу. Поэтому если вы почувствовали подобное давление со стороны клиента, и это же обычно проявляется буквально с первых минут, это с порога сразу. Иногда даже еще с того момента, когда клиент записывается на консультацию. А что это вообще может проявляться? То есть он пришел, и что может сказать? Может быть, примеры какие-то есть, если вы видели. Хорошо, он заходится к вам, да, и говорит, что на офис денег не хватит. Или вам такую вещь говорит, слушайте, может, вы херней страдаете, может, давайте вы серьезной профессией занимаетесь. Или вот что-нибудь такое. А вы вообще как давно работаете? Вы точно, ну, как бы, или... А у вас есть разрешение на работу? Причем, знаете, самое интересное, сами не разбираются там вообще, должно быть разрешение или нет. Ну, задача напугать вас. Ну, вот такие примеры. Это как пример, это как пример. И причем, понимаете, вот инсидит, он такой, от них вообще веет жуткая опасность. То есть очень сильным ощущением, вот таким, что вы находитесь. То есть, ну, по сути, что вы ловите рядом с ним? Вы ловите вот то состояние, которое он испытывал, когда был ребенком. Но теперь вы будете испытывать это. А он будет вот таким образом уже дальше за этим наблюдать и дальше утверждаться в людей, что он всесильный. Вот, и что он контролирует все. И знаете, вот почему я говорю... Я поэтому говорю, что, понимаете, как вот, вы с вами говорили как-то раз, что полезного есть во всех радикалах характера. Ну, и то есть, у нас же у всех есть все радикалы характера в разной степени проявленные. Так вот, вообще, если вы работаете с людьми, то есть, хорошо было бы найти в себе хотя бы просто познакомиться. Его не надо культивировать. Его надо просто найти внутри, к нему прикоснуться. Собственного социопата. Знаете, зачем? Потому что с социопатом иначе как? Через собственного внутреннего социопата вы работать не сможете. А это что значит? В ответ на его попытку проявить силу, вы должны проявить свою силу. А ваша сила в данном случае состоит в чем? Вы контролируете сеттинг, ну, психологически, мы законом говоря, либо контролируете формат вот этой консультации. Поэтому, когда вас начинают выбивать, вот, допустим, из равновесия, да, и вот таким вот образом, такими комментариями пытаться заставить, как-то проявить свою вот слабость или эмоциональность, вы должны вот просто ни на миллиметр, не подвигаясь, начинать очень жестко отстаивать свои границы. Не защищаться, а именно отстаивать границы. Обычно говорится таким образом, слушайте, мы консультацию завершаем. Он говорит, ну, а как же, зачем же, мы же так хорошо начали. А вы говорите, нет, мы консультацию завершаем, потому что вы не уважаете им, как бы, правила, по которым мы работаем. Я работать с вами дальше не буду, деньги я вам выращаю. И за дверь его выставлять. Понятно. Самая большая ошибка будет тогда, когда, знаете, у нас есть такие спасатели, которые начинают в этом месте, да, знаете, как вот типа, ой, ну вот он же такой внутри, маленький, напуганный ребенок, и надо его растопить. Какой-то, знаете, вот такой вот заботы. Да, вот этой материнской заботы. И сейчас вот я ему что-то про себя расскажу такое, да, и он прямо растает. Вот не дай Боже. Потому что если вы это начнете делать, он у вас вот просто размножит. Потому что это уже такой уровень нарушений, да, то есть когда с такими людьми через эмпатию не работают, с ними работают через очень жесткое прояснение границ. Никак иначе. Поэтому если, предположим, вот какой-то очень сердобольный практик, да, начинает в этом месте делиться каким-то личным опытом, или говорить о том, что все люди братья, и надо любить друг друга, он в ответ, как правило, увидит очень хищную, такую, знаете, как сказать, холодную хмылку, после чего вот просто последует контрольный выстрел в голову. И все. То есть поэтому вот здесь нельзя работать из этой позиции, принять. А вот еще раз повторюсь, не надо вообще работать. Потому что, понимаете, психотерапевты не все берутся работать с антисоциальным характером. Второе, им вообще делать нечего. А делать им еще раз нечего, потому что они приходят не за Таро консультацией. Им абсолютно все равно, что покажут карты. Они приходят исключительно поупражнять свою силу и власть перед практиком. А учитывая, что роль как таковая и образ, да, то есть практика Таро вообще в народе, она такая, знаете, немножко волшебно-магическая, знаете, такой человек, облеченный каким-то либо тайным знанием, да, то есть либо какими-то там, я не знаю, но все равно некими атрибутами власти, да. Ну как же не поупражняться в силе с таким человеком? Это же представляете, сколько там всемогущего этого удовольствия, того, если удастся такого человека вот выбить из равновесия, заставить вот как проявить свою слабость. Я не могу сказать, что они часто приходят, но они приходят иногда. Но вот в моем опыте это такое событие, крайне негативное, но один раз в два года случается. Вы когда сказали эту фразу, которую он может произнести, у меня какое-то возникло ощущение, что я знакома с таким типом поведения. Не могу даже сказать, кто и когда, но вот эта вот интонация, что-то вот такое, я понимаю, но не знаю, был ли такой человек социопатом, или я видела его по телевизору, возможно, какие-нибудь ведущие. Они в фильмах частенечко бывают, их и довольно часто в фильмах изображают. Ну, кстати, талантливые изображают достаточно. Наверное, могут быть ведущими программ. Но вы-то знаете, ведущими программ не уверен, потому что надо, конечно, чуть больше эмоциональностью все-таки эмпатии обладать. Я не думаю, что они там. Их очень много в криминальном мире. Их очень много в криминальном мире. Их, в принципе, может быть достаточно много и в тех же правоохранительных органах. Но там, вот здесь вот немножко нет. Не соглашусь, дайте сам с собой, потому что там скорее нужен паранойный радикал, как ведущий. Потому что, ну, это тоже определенная профдеформация людей, которые занимаются, допустим, следствием. Почему? Потому что им надо по работе всех подозревать. Они будут в политике, они будут иногда в шоу-бизнесе. Ну, именно в бизнесе. Вот их, кстати, много в бизнесе, их много в криминальном кругах. А почему? Потому что это сферы, где можно, собственно говоря, демонстрировать власть. Это сферы, где можно играть по своим правилам. И где, ну, знаете как, особо не приемлят вот какого-то такого прямо человеческого, такого душевного и, ну, эмпатичного подхода друг друга. А зачем? Ну, там все достаточно жестко. Вот такая среда для них весьма приятная. Вы сказали, что надо разбудить в себе. Не разбудить, так вы сказали, вы сказали, потренировать. Найти, не надо, не надо его будить. Не надо его будить. Он, знаете как, просто это как вот немножко эти заходить с точки зрения юридугианской, да, то есть вот этой парадигмы, да, то есть, ну, это вот из серии исследования своей темы. Ну, он есть у нас у всех, вот этот радикал, да, то есть, ну, он просто иногда в довольно таком неразвитом зачаточном состоянии. Но, знаете, вот вчера я буквально пересматривал фильм, я не очень помню, как он называется по-русски, по-английски называется «Enough», просто достаточно, да, то есть там в главной роли Дженнифер Локкс, вот, там о том, как она вышла замуж за социопата. Ну, не новый фильм абсолютно, но вот это, кстати, очень хорошая иллюстрация данного характера, потому что ее муж, вот прямо классический социопат, вот абсолютно классический. И там идея вся фильма в том, что пока она не набралась смелости и не дала ему отпор, ничего не получилось. Убегать бесполезно, упрашивать бесполезно, то есть оперировать каким-то, там, не знаю, человеческим чувством бесполезно. Закончилось все тем, что она в ответ на силу проявила силу. Ну, вот это даже, наверное, не обязательно психопат. У психопатов, возможно, у всех людей, у всех людей, для которых силы являются каким-то очень важной характеристикой. Реально я замечала в жизни, что начинает адекватно воспринимать только когда проявишь силу тоже. То есть есть люди, которые... Если это так, то это вот как раз показатели вот этого антисоциального радикала. Потому что, ну, смотрите, у других радикалов, да, то есть, ну, смотрите, ведь вообще на самом деле вот сила, да, как таковая, это же хорошая ценность очень. Ну, хорошо быть силой. Хорошо быть силой, хорошо быть контролирующим, хорошо проявлять влияние в какой-то ситуации, да, то есть вместе руководить другими. Проблема, когда это культ силы. Когда есть только сила, а все остальное отсутствует. Вот. И здесь вот помимо этого культуры силы... Сила, человек не ценит другого человека, если тот не проявляет силу. Вот в этом, наверное, проблема. То есть... В том числе. В том числе. С ними, да, с ними, видите, вот... По-другому просто никак не выходит. Ну, то есть, если... Там, вы знаете, там, вот если читать... Ну, вот эти вот критерии, вот которые вот мы сейчас оговорили, вот это основные критерии. То есть, ну, очень большое внимание уделяется, вот если, допустим, вы работаете в терапии, да, своему собственному вот этой вот контрпереносной реакции. Ну, то есть, еще раз поясню, что это такое. Вы должны обращать внимание на то, что вы чувствуете рядом с ним. Потому что, ну, терапевт же, он проходит свою собственную подготовку достаточно долгую, в том числе, собственно, длительную психотерапию, и личную, и групповую. И он в норме, конечно, да, то есть, довольно осознанный человек. То есть, он прекрасно понимает, какова его норма, да, его диапазон эмоциональных реакций в всех или иных ситуациях. Поэтому он хорошо распознает контрперенос. Он понимает, что это вот не его чувство. В данный момент, допустим, рядом с другим человеком, это является для него одним из очень важных таких диагностических инструментов в работе. Так вот, с социопатом рядом, да, то есть, обычно человек переживает ужас. И здесь вот надо очень, вот правда, иметь вот это вот сильное собственное ядро для того, чтобы здесь выдержать вот этот напор. Выдержать этот напор, не сломаться, да, то есть, потому что, знаете, вот людей, ну, даже вот в психотерапевтической среде, которая все-таки берет, ну, социопатов в работу, их очень немного, на самом деле, потому что, ну, это исключительно энергозатратная психотерапия. И литература на этот счет говорит, что вся психотерапия очень в итоге похожа на дрессировку. С ними не работают так, как со всеми остальными. То есть, это не работа, знаете, как на предмет того, что можно проявлять чувства, да, или не до бог психотерапевт начнет сам открываться, да, то есть, пинут, как бы, приводить какие-то примеры из своей собственной жизни. Нет. Там, на самом деле, идет очень стойкое такое отстаивание границ психотерапии. То есть, когда вот прямо клиента держат в таких ежевых рукавицах, да, то есть, не дают ему возможность упражнять вот эту свою силу и манипуляции. И есть надежда, да, есть надежда, через какое-то длительное время, может быть, и то, вот, опять-таки, не все специалисты с этим согласны. Увидев пример грамотного и доброжелательного применения силы, ну, которую демонстрирует психотерапевт, может быть, что-то изменится у этого клиента, с этим социальным вот этим радикалом. Может быть. Но вот еще раз говорю, что большинство терапевтов в этом месте весьма пессимистично. Они не верят. Разве это циопатство при ворк-терапии? Или это должна быть какая-то вынужденная мера по суду? Очень часто вынужденная, очень часто им по суду. Ну, тогда и работают с ними судебные психиатры. Я не думаю, что он придет... Знаете, он может и к психотерапевту прийти по той же самой причине, по которой, вот, я сейчас записал к тарологу, они приходят. Да, ну, упражнятся. Допустим, собственные вот эти вот, да. Кто сильнее, кто важнее. Нет, ну, иногда разное бывает. Ну, плюс к тому же мы, как обычно, с вами обсуждаем чистый радикал. Они же не бывают в таком виде, на самом деле. То есть, как правило, всегда смешение. То есть, человек гораздо шире, чем какая-то одна диагностическая вот эта вот категория. Поэтому там будут точно какие-то еще, может быть, другие элементы характера. Ну, бывает очень ярко выраженность. А в жизни каким образом встречаются люди с этим радикалом? И в какой разбавленности? Ну, слушайте, ну, точно так же они встречаются. То есть, вот мы говорили с вами, допустим, среду, где их больше. Да, допустим, где они чаще встречаются. Да, ну, как они ведут себя? То есть, ну, вот так же они ведут. Они формируют вокруг себя вот этот вот культ сил. Я вот из чего вы сказали вот про этот культ сил, я вспомнила лично в своей жизни. Причем не могу сказать, что я не думаю, что там психопат. Не знаю, в общем. Я тогда и не знала про такие радикалы. Но я знаю примеры, когда люди, во-первых, сами говорят, что если человек мне не покажет силы, я его не уважаю. То есть, изначально идет культивирование вот такой позиции. Во-вторых, реально я на своем примере тоже видела. Я не очень люблю конфликтовать, но если, то я могу. И я видела, как люди ведут себя просто отвратительно, если ты пытаешься с ними как-то по-нормальному, по-уважительному, это просто невозможно. И как только, ну, можно даже нарать, как-то сделать очень жестко, и все. И на следующий день тебе говорят, ах, какая ты прекрасная. Это вот из этой серии? Ну, да, это из этой серии, да. Это из этой серии. Это радикал, значит, такой. Я потому что думала, как же так? Почему человек воспринимает только неуважительные отношения? К сожалению, есть начальников много таких. Вот немножко возвращаясь к символике Таро, это такой вариант перевернутого императора. Перевернутый император. Причем перевернутый император не в дефицитарном состоянии, то есть, когда силы мало, а это скорее, когда идет злоупотребление. И когда отсутствует полностью вот эта вот ответственность и понимание о том, что нужно заботиться. Ну, потому что император, если помните, заботящаяся фигура весьма. То есть, он ответственно заботящийся такой персонаж. Ну, тут этого нет. Поэтому, видите, тут обычно даже не идет какая-то... Мы, кстати, на самом деле уже с вами и оговорили, собственно говоря, вот эти вот четыре опасных типа клиента для Таро-консультанта. То есть, вот у нас кто там был? У нас был нарцисс. У нас был, соответственно, маниакальный характер. Ну, в некоторой степени. Вот мы говорили с вами про травматиков или инициативный характер. Но тут обратная опасность, да? То есть, скорее, практика опасен для него, чем он для практика. Ну, и чемпион в этой серии, конечно, социапат или антисоциальная личность. Но вот если все-таки с первыми тремя работать можно, но осторожно, вот здесь вот я все равно выражаю эту точку зрения, и что здесь даже не надо пытаться работать. Объясняю просто это тем, что это не формат, это не формат отношений. То есть, это не тот формат, как бы, работы, это не тот инструмент, который данному человеку может быть полезен. А в обычной жизни как бы вы советовали вести себя, если встречаются люди с таким радикалом? Тоже... Вопрос в том, где они встречаются, понимаете? Вопрос в том, в каких, как сказать, социальных обстоятельствах они вам попадаются, в каких отношениях вы с ними состоите. То есть, если вы, как бы, свободно выбирать, то есть, быть ли в этом контакте или не быть в этом контакте, то, ну, обычно рекомендуют уходить из этого контакта. Он токсичен сам по себе. Например, даже там на улице в очереди, к примеру, да? Или какой-то человек, который случайный. Нет, как раз, понимаете, на улице в очереди, да, то есть, вы с ним ни в каких отношениях не состоите. То есть, вот здесь как раз вы вольны включить своего собственного социопата, да, и здесь, собственно говоря, сделать, ну, так, как вам хорошо, вот, в этом отношении отстоять себя. А вот если, допустим, это ваш начальник, и вы сейчас не найдете другой работы, или, допустим, если это, ну, какой-то, не знаю, там, скажем, чиновник, от которого зависят, допустим, ваши документы, то есть, ну, нет, ну, понятно, что все равно себя защищать как-то надо, но есть иногда ситуации опасные достаточно, да, где вот прямо вот так вот резко давать опор, наверное, не очень надо. Ну, просто ситуации самосохранить, потому что, ну, это может очень плохо учиться. Классно. В отношениях романтических с ними никто, кроме мазохиста, не удержится. Мазохистов мы будем с вами обсуждать через характер. Потому что должен быть очень сильный, да, вот этот вот радикал, да, который смакует собственное страдание, да, то есть, вот, который готов это все терпеть долго, потому что на этом, там вот ровненько обратное ядро, там как раз все построено на ощущении, что я незаслуженно страдаю, то есть на этом вся личность построена, если это про мазохиста говорить. И вот подобная сцепка у них, конечно, тогда может быть очень крепкой совместно, потому что нарцисс не выдержит. Ну, у нарциссов, кстати, у многих, у самих, если это злокачественный нарциссизм, есть такие очень приличные вот эти антистальные нотки внутри. Их не будет у шизоида, скорее всего, потому что шизоид переполнен внутри, если помните, у него богатейший внутренний мир, то есть он не будет таким образом поступать с другими людьми. Это точно не депрессивно, это точно не орально, это уж точно не симбиотически. И, собственно говоря, все остальные характеры, которые мы пока обсуждали, они ему очень противоречат. Видите, вот почему называете антисоциальный, да, то есть потому что в социуме, ну, похоже, делать нечего, потому что его, по сути, никто в социуме не может в таком состоянии нормально, адекватно воспринимать и строить ненормальные отношения, потому что вот, ну, потому что он только давит. Он давит и манипулирует, все, он ничего больше не делает. А ему самому нужен кто-то? Или на долгосрочные отношения ему самому не надо? Ну, вы знаете, тоже зависит от, как бы, от степени нарушения. Но понятно, что ему, конечно, самому внутри жутко страшно. Ведь вся его вот эта вот атака и нападение, это же упреждающее нападение. Это, знаете, как из серии «я нападу первым, чтобы вы на меня не напали». Я проявлю силу первым, да, для того, чтобы показать, да, что я сильный, чтобы вы меня, допустим, в этот момент никаким образом не подвергли насилию. Ну, а кто-то терпеть будет. Ну, можно, конечно, знаете, как бы к этому относиться, как бы с очень большим пониманием, да, но вот еще раз говорю, что специалисты, многие, занимающиеся психическим здоровьем, не готовы работать с ним. То есть вы представляете уровень нарушений? А вы как считаете, возможно, как бы у меня нет? Я не стал бы работать. Я не стал бы работать. Я сам бы не стал работать с ним. Я не считаю, что во мне достаточно устойчивости для того, чтобы в длительной терапии выдерживать. Я не готов, допустим, я не беру. Не в терапию, но в Торо подавно. В Торо я их сразу разворачиваю. И то, смотрите, научиться их в Торо сразу разворачивать, мне вот не сразу получилось. Далеко не сразу. Потому что, знаете, очень многие Торо изначально, они относятся к своей работе исключительно как к помогающей практике, и им кажется, что не всем должны помогать. Вот не всем. И, наверное, должно пройти какое-то время и стаж работы для того, чтобы четко выделить вот эту категорию людей, кому даже не надо пытаться помогать, потому что это не про помощь вообще. А когда, ну, в данном случае практик себе не совсем чувствителен, он мало того, что он сам себя разрушает, но, собственно говоря, это совсем не про помогающую практику, не про профессию. Поэтому вот здесь научиться вовремя обрывать работу, прекращать ее, да, то есть и себя защищать, это надо, конечно, научиться. Это не всегда сразу получается. А есть ли какие-то видимые уровни опасности для людей, для социума людей с таким характером? Если это невозможно... Ну, смотрите, если они, правда, реально достаточно опасны, они, как правило, будут либо глубоко в преступном мире, либо они будут в заключении. Но это человек все время, который проверяет границы дозволенного. То есть он будет проверять до тех пор, пока он не совершит что-то противоправное. Дальше, конечно, большой вопрос, попадется ли он. Потому что если он попадется, да, как я до этого сказал, чувство вину он вряд ли будет испытывать, он скорее будет сожалеть, что его поймали. Но, по крайней мере, он будет где-то там заключен, скажем так. Ну, когда он выйдет, допустим, из заключения, если там предполагается выход, я не думаю, что что-то изменится. У нас, к сожалению, пеницитарная наша система, она не то, что не исправляет, но, на мой взгляд, вообще их плодит. То есть даже человек, который, допустим, этим, да, не обладал, он этих качеств точно поднахватается в заключении. Потому что, а как он иначе там выживет? Там приходится. Там и начальники многие, в смысле, начальники эти, как они называются, надсмотрщики, да, то есть тюремщики, они сами с этим радикалом. А условная, если можно сказать, норма для социума человека с таким радикалом, тоже можно об этом говорить? Что вот есть такая особенность, в принципе, как бы он живет обычную жизнь и не состоит. Вы знаете, про обычную жизнь, смотрите, есть ряд профессий, да, которые предполагают очень-очень сильную сниженную чувствительность. Вот для того, чтобы, допустим, в них находиться более-менее успешно. Если этот радикал выражен частично, то есть умеренно, да, то есть он может в этих профессиях, в принципе, помогать. Но вот нельзя чуть, вот, допустим, смотрите, возьмем какой-нибудь хирург, допустим, да, то есть который вот каждый день, вот он занимается вот реально просто вот тем, что он режет, там, допустим, людей, постоянно видит кровь, то есть, но не может он быть сверхчувствительным. Он выгорит. То есть ему надо реально иметь такую вот чувствительность очень сильно, ну, такую приглушенную, погашенную, да, то есть и это не совсем про то, что они должны быть социопатами. Просто если в социопатии, вот, допустим, немножко отодвинуть в сторону вот эту идею власти, а просто вот обратить внимание на то, что немножко приглушена эмпатия, да, ее нету, да, и скорее нет вот этого ощущения чувствительности, то в каких-то моментах это вот самая анестезия, она может быть и полезна была бы. Но вот еще раз говорю, это точно не тот радикал, который надо культивировать. Я просто думаю, если это невозможно изменить, то люди, получается, ну, обрел такой радикал. Вы знаете, они превосходно в обществе находят все место. Превосходно находят в обществе место, и потому что силы там много, вот, людей вот таких вот реально, которые, ну, способны давать отпор, они не всегда попадаются, и поэтому они довольно прочно устраиваются сейчас. А вы знаете, как, я бы не сказал, что они такие из серии социально страдающих. То есть вот у нас, кстати, все-таки общество довольно сильно поддерживающее вот этот социальный радикал. У нас, я имею в виду, славянскую культуру. Мы любим силу, это правда. Даже как-то архетипически любят силу в России, ну, в русскоязычном пространстве. Ну, вот, да, да. А как они относятся к своим родителям уже во взрослом возрасте? Не боятся отцов своих. Даже когда вырастают, они боятся отцов. Потому что отец, это, собственно говоря, вот эта фигура, которая жестоко наказывала, которая измывалась, которая продолжает иметь власть над ними эмоциональную. Бывают случаи, когда такой человек вырастает, и он мстит своему родителю, да, то есть он, по сути, ну, набирается больше силы, чем было вот у этого родителя, и он, по сути, его каким-то образом либо берет под контроль, либо наказывает. Вот. Но там нет отношений. Это не про отношения, потому что отношений не было, собственно говоря, в детстве, и их точно не будет во взрослом возрасте. А вот мне теперь интересно, а в фильме «Крестный отец» какой там характер у, вот, собственно говоря... Я очень плохо помню. Я очень плохо помню этот фильм. Вот сейчас характерологически я вам точно не скажу. Вы знаете, если, вот, допустим, то, что мы говорили с вами на «Аркане дьявол», вот это вот падение дома Ашеров, да, вот этот вот сериал, вот если, допустим, вы посмотрели, то вот сестра главного героя типична сэцепля. Абсолютно типична. Там просто... Вот он там еще нет. Он еще немножко такой, знаете, как бы не чувств каким-то чувством. Он все-таки мечтал быть поэтом изначально, да, то есть у него была первая очень хорошая жена с хорошими отношениями. Сестра там изначально социопат. Вот. В чистом виде. Я почему еще спрашиваю, может ли этот характер как-то человеку набраться во взрослом возрасте? Потому что в «Крестном отце» там как раз такая история, что вот герой Левачина, он был-то единственной надеждой позитивной семьи, а потом, когда нужно было занять место крестного отца, и он как бы вот этот путь прошел от ангела до дьявола и, ну, как бы стал вот этим вот дьяволом. Или это просто какая-то типичная история, не связанная с типажом социопата? Здесь я не уверен, потому что есть ряд социальных экспериментов, знаете, как показывающих черноту, да, то есть как бы человеческой натуры. И, знаете, ладно, даже куда далеко ходить, классический повелитель мух Голдинга, да, допустим. Это же вот такая антиутопия, если знаете. Там вообще про деток речь, да, то есть замечательные детки попали на обитаемый остров, да, и из вот райского вот этого красивого места превратили все в фашистскую, собственно, диктатуру. Дети. Ну, и кто его знает, да, допустим, на что человек способен, оказавшись в тех или иных условиях. Я не очень верю в то, что радикал характера можно изменить. Ну, вот это то, о чем мы с вами вначале говорили, это весьма устойчивая структура, потому что даже психотерапия она не занимается изменением радикала. То есть шизоид останется шизоидом, нарцисс станет нарциссом. Просто там, как сказать, вот в этом радикале ищется зона такая, которая позволяет вот эти вот черты характера лучше всего использовать, быть более осознанным, более адаптивным. И, возможно, еще привлекать какие-то стратегии другого характера. Ну, когда, допустим, эти стратегии более уместны в той или иной ситуации. Но это их не меняет, вот как таковы. Я не очень верю, что человек вот не был психотерапатом совсем, а потом им стал вдруг. Ну, нет, наверное, это что-то киношное большее. Интересный момент насчет влияния социальной среды, да, насчет того, как может переплавить человека определенные условия. Хотя ведь есть примеры, когда в самых жестких условиях люди оставались людьми. Это да, это да. Знаете, вот говоря про вот этих вот всяких киношных маньяков, да, вот таковых, серийных убийц, это очень такое гремучее сочетание будет антисоциального радикала маньякали. Потому что сам по себе маньякальный характер, он не обязательно преступный. Вот помните, мы с вами говорили, потому что мания, которой он горит, она может быть абсолютно неприступного характера, может быть даже где-то идейно очень благой. Там просто проблема в том, что туда инвестируется вся энергия, и там не виден депрессивный полюс. Если при этом отсутствует эмпатия, если при этом есть вот это вот желание доминировать, показывать силу, да, то очень большая вероятность, ну, а еще если там есть сексуальные перверзии какие-то, да, тоже, которые вот там развивались в свое время, то, знаете, как вот говорят, мучил ли человек в детстве животных? Ага, мучил в детстве животных. Вот он тоже, кстати, один из показателей того, что это вот, ну, есть вот эти вот антисоциальные черты у человека. Почему? Потому что его ничего внутри не трогают, когда он причиняет животному боль. То есть нет вот этой вот эмпатии, ощущения, что это плохо, да, то, что я буду чувство вины потом искупывать от этого. Там этого нет. Там есть идея власти, я могу это делать. Вот. Потому что я сильнее. Поэтому вот в некоторых определенных сочетаниях радикалов мы получаем прям таких вот совсем вот криминальных элементов, к сожалению. Ой. Тяжелый радикал. Ну, понятно. Тяжелый. Ну, вы знаете, даже более того, я бы сказал, самый тяжелый. Но все-таки из тех, что мы с вами рассматриваем, это самый тяжелый. Потому что вот сколько мы говорили вот про разные вот эти вот типажи, даже со всем их негативом, да, то есть замечательно бывает нарциссы. Но не все они такие плохие, да, то есть есть довольно милые маниакальные люди, да, то есть депрессивные достаточно теплые, если там, ну, не клиническая депрессия, да, там депресситативные люди, если они с большего свою травму как-то немножко поработали, да, то есть они тоже в жизни вполне все милые люди. Вот. Вот здесь не милые. И здесь милый быть не может он. Все. То есть вот, к сожалению, это вот такой типаж, который он выносится за скобки абсолютно. Знаете, вот сейчас вот я даже вот вижу иногда там на Ютубе, допустим, вот в разных соцсетях, есть попытка каким-то образом говорить про этот характер в позитивном ключе. Типа, что они все такие плохие. На самом деле там есть масса хорошего там радикалей. И я немножко против такой романтизации. Ну, потому что я, знаете, я не думаю, да, что есть что-то хорошее в том, что у человека отсутствует эмпатия, да, что культ силы, он затмевает способность вот эту вот испытывать вину абсолютно. И я не вижу абсолютно никаких позитивных применений этого рынка. Вот в таком виде, как мы его с вами сегодня обсуждали. Знаете, вот эта тема... Культа силы, она ведь романтично пока не касается конкретно человека. То есть я всегда об этом говорю с точки зрения романтизирования, да, например, советского вот этого времени, 30-х, 40-х, да, вот, ну, время репрессий сталинских, например, ведь тоже фигура, которой у разных людей разные отношения. Я слышала, например, мнение, хороший менеджер там и все такое. Но мне кажется, я люблю силу на самом деле тоже, но должна быть вот это вот, должен быть баланс. И романтизирование силы хорошо, пока ты находишься снаружи. А если ты окажешься внутри негативного влияния этой силы, наверное, это никому уже не понравится. Вот именно поэтому все фильмы про супергероев так популярны. Вот именно поэтому в первой же части Человека-паука ему дядя Бен о чем говорит? Чем больше сила, тем больше ответственность. Да, вот Топак про это не понимает ничего. У него только один полюс работает. Больше силы. Все. Да. Там даже, знаете, по-другому звучит. Чем больше силы, тем безопаснее. Вот скорее вот так он бы сформулировал. И то тихо для себя, чтобы только вообще никто не подумал, что он вообще думает про безопасность. Что там силы на самом деле нет. Понимаете, мы говорили про интераторы? Что нету. Там на самом деле жуткий страх. Там на самом деле очень много паники внутренней. Да. И вся его вот эта вот нападающая стратегия нацветно упреждающая. То есть он это делает первым просто. Чтобы это не сделали в его адрес. Потому что абсолютно мир вокруг продолжает быть хаотичным и неконтролируемым. Он вообще не может доверять никому. И тут родители, видите, постарались свое время основательно. Потому что не было вот этой вот определенности эмоциональных реакций. То есть на его поведение в детстве. Но откуда он будет доверять взрослым? Кому-то не будет, конечно. Да. Вот силы ответственности, силы великодушия. Все это должно быть обязательно вместе. Да. Да. Это вот. Это надо про звездные воины вспомнить. Там вот это вот. Да пребудет с тобой силы. Вот про эту силу на самом деле есть в культуре очень много позитивных. Конечно. То есть про это вот. Окей, та же сила, допустим, второго. Вот мы с вами даже аркан силы когда обсуждали. Да. Это же вот в чем там сила состоит? В балансе высшей низшей природы. В их содружестве. И когда они дружат между собой, то человек реально обладает силой связывать, да, и каким-то образом гармонизировать свои вот эти вот животные импульсы, которые должны быть внутри. Просто они не берут верх. Вот. Им находится просто нужное пространство для самовыражения. Вот и все. Там вот такой получается, такая модель силы. Ну, с императором мы говорили силы. Там вот про супергероев вот сплошная там тоже вот эта идея, что приходит вместе с силой. Знаете, сейчас вот Голливуд, они, ну, уже про супергероев кто-то только что не снимал, их же вот столько фильмов много, да, там целая франшиза там вот. И Марвеловская вселенная, и Люди Икс, ну, и же много очень тех фильмов, да. Там Бэтмен отдельно, да, то есть вот так далее. Сериал сейчас вот уже три, по-моему, сезона есть, называется «Пацаны» в русском переводе он, да, то есть это «The Boys», он по-английски звучит. Это довольно грубо комедийный, пародический, такой пародийный сериал на супергероев. Вот там они через одного почти все социопаты. Представляете, да, то есть мир, в котором, значит, все супергерои, которые реально обладают какой-то силой, они вот абсолютно, в чистом виде, практически радикал такой из себя представляет. И как это все выглядит там. Там такой, знаете, злокачественный нартисизм, да, смешанная социопатия. Такой вот, очень основательный. Тоже такая, ну, кстати, очень популярный сериал, да, только. Знаете, они как из Манку показали. А он жестокий, как и комедийный. Ну, он такой, он, знаете, он жестковат немножко такой. Я не могу сказать, что он прямо совсем вот такой комедийный, да, но он в свое время очень популярный. Они что-то, по-моему, немножко перестали, но говорят, что четвертый сезон сейчас выйдет опять. Ну, в смысле, будет следующий четвертый сезон, да. Смотрите, в «Игре престолов» очень много социопатии. Он жестокий. Он жестокий, да, он жестокий. Причем, знаете, это вот тоже недавно пересматривал просто там, если помните, если вы смотрели «Игру престолов», там не смогли. Там просто есть такой вот, ну, может быть, кто-то из слушателей смотрел, да, там есть такой эпизод один, когда Тирен Ланнистер, да, то есть он, находясь уже в тюремной камере перед тем, как у него будет суд на следующий день, своим братом обсуждает. В детстве они видели такого кузена своего, такого полусумасшедшего, который давил жуков. Он просто сидел камнем и днями напролёт давил жуков. И вот этот Тирен, он, герой говорит, мне было так интересно, зачем он это делает, я не мог его спросить. Ну, он дурачок, он сумасшедший был, да, то есть спросить его было бесполезно. То есть отбирать у него камни, да, вот это вот, или там отталкивать его, он был крупный, нет, все равно не получалось. В книгах ничего про это не написано было. Вот, то есть зачем он сидит и давит этих жуков? Сколько этих жуков бедных погибает, умирает? И там вот просто, это нужно в правильный момент просто сериалы это вот смотреть, когда приходит вот эта идея, что мир на самом деле в своей жестокости абсолютно непредсказуем. Что, ну, нету логики никакой в том, с кем, как и когда произойдёт вот эта вот жестокость. Да, ну, вообще сериал весь такой, собственно говоря. Это, вы знаете, про это, про нелогичность зла как такового, да, то есть и про его абсолютно бессмысленность. И когда вот здесь нету никакой справедливости в этом, там такая идея, похоже, прослеживается. Но у социопата так же непонятно, откуда принятие. Ну, то есть, вы сказали же, что лишь изначально человек с характером социопата может превратиться в социопата под воздействием внешней среды. Да, ну, вот это была родительская его среда в своё время. Вот, и дальше вот он в ней развивался, и вот получился тот, кто получился. Это, кстати, интересный момент. Знаете, о чём я хотела вас спросить, но, может быть, тоже это не сейчас? Вот это вот точка плавления или точка изменения человека. Кто-то, по-моему, я как-то, кто-то сказал, мне кажется, когда работала на телевидении, мой коллега-оператор снимал интервью с Мавроди. Это была не я, но я его расшифровывала. И он мне сказал, что он остался очень впечатлённым, в смысле впечатлённым тем, что он говорил. И одна из фразов его была, что у каждого человека есть своя точка плавления. То есть, любого человека можно, ну, вот в каком-то момент, да, что он превратится вот в это зло. Или это характеристика самого Мавроди? Или... Я не верю в это. А вы знаете как? Ну, что значит есть точка плавления? Нет, если так рассуждать, безусловно. Ну, допустим, любого человека можно подставить, допустим, в некоторую определённую ситуацию, где он проявит абсолютно несвойственные себе некие черты характера и поведения. Делает ли это его плохим, сложно сказать, надо рассматривать ситуативно. Это, знаете, это когда вот, не помню, на каком аркане мы это обсуждали, когда мы говорили о том, что в человеке потенциально есть всё вообще на самом деле. От самого-самого высокого и светлого добра до просто кромешных таких глубин ада. То есть, в нём всё есть на самом деле. Но он просто каждый день осуществляет выбор определённый. То есть, что он из всего этого выбирает. Хотя у него вот, понятно, есть понятие идентичности. Он всё равно к себе приписывает некие определённые черты характера. Он чаще всего хорошие. Но, знаете, вот человек, который достаточно глубок и осознан, он просто не исключает в то, что, допустим, при определённых условиях он может выдать что-то, ну, кромешно злое. Он может при определённых условиях. Он при этом понимает, что он это делает, выбор осознанно. Он понимает, что он будет за это нести дальше ответственность, да. Но это, знаете, как, не говорит о том, что он никогда на это не способен будет. Вообще вот никогда-никогда. Мы не знаем ничего про никогда. Знаете, как из серии «Надзерегация». Ведь есть люди, которые, есть же примеры, которые в самых жёстких условиях не выбирали вот жестокость, например. Ну, а мы здесь можем сказать, что для них это были не самые жёсткие условия. Ну, это если вот... Ну, если, допустим, говорить о том, что вот про эту точку плавления искать, да, то есть она же у всех своя будет, да, то есть вот, допустим, кто-то вот в этой ситуации ещё остаётся, допустим, в своём ценностях верен, вот. А для кого-то там, допустим, ещё там несколько, там, ступеней назад уже произошёл слом, потому что он не может уже это терпеть. Но если немножко с другой стороны бы зайти, было бы по-другому. Вот. Поэтому тут, скорее, зависит у каждого по слову всё это будет. О том, что можно сломать любого, я думаю, можно любого сломать. Но человек всё-таки существует не такой сильный. Ну да, но здесь, конечно, у социопата это не выбор, это, скорее всего, отсутствие выбора быть другим. Он по-другому не может. Он по-другому просто не может, да. Поэтому тут, ну, опять-таки, отсутствие выбора точно, это скорее с точки зрения, был ли выбор или не, чтобы этот характер сформировать, но точно не было, да, то есть. Ну, а дальше, вот здесь вот я, в принципе, это всегда говорю как ответственность уже любого взрослого человека, что какое бы у нас не было детство или психологическое наследство, то, как мы им распоряжаемся в взрослом возрасте, это наша уже взрослая ответственность и выбор. Вот там как бы развиться как социопат, да, то есть, допустим, там выбора, похоже, не было. А вот в сегодняшнем дне жить как социопат – это выбор взрослых. Ну, конечно, вот мы здесь можем говорить о том, что, да, тут как бы они могли бы пойти в терапию, но они не пойдут никогда в терапию, потому что очень сильное нарушение, да, и терапия им вряд ли поможет, но тем не менее. Это, знаете, как зависимый, да, хотя вот мы про зависимых тоже там, ну, может быть, отдельно как-то будем говорить, да, то есть вот кто-то проходит через полную реабилитацию, да, и он, ну, живет в хорошей-хорошей ремиссии устойчивой, да, то есть постоянно, хотя в детстве там был актер, да, а кто-то примерно даже с таким же вот детством, а то может быть немножко и полегче, он продолжает злоупотреблять и говорить о том, что вот, жили бы вы в детстве, как я, вы бы тоже, допустим, пили или злоупотребляли, но это не аргумент. Потому что есть примеры у людей с гораздо более тяжелой биографией, которые выбрали так не жить, и которые выбрали идти в изменения. То есть человек выбирает оставаться в этом. Немножко прикрываясь тем, что его прошлое чуть сложнее, чем, допустим, у большинства. Возможно, чуть сложнее, но это не значит, что нет выхода. Это такой выбор. Вот это, наверное, самое сложное, да, вот в этой теме. Это возможность выбора реабилитироваться. Вы знаете, вот такая вот... Я вот сейчас довольно же жестко рассуждаю, на самом деле, да, опять-таки, наверное, немножко, как бы, включая в тему нашего обсуждения. Вот подобная жесткость границы, жесткость вот этого вот, ну, собственной точки зрения, это вот примерно тот стиль разговора, который должен быть социально. Я, возможно, так и звучу сегодня, как я считаю. Ну, по сути, это же жесткость правосудия, потому что, да, человек не выбирает... Может быть, да, как безличное правосудие, да, согласен. Но ответственность он в любом случае будет нести, даже если это связано с его радикалом характера, да, если... Мы от ребенка не можем корректироваться. Понимаете, вот ребенок, правда, он ничего в этом месте сделать не может. Но когда человек с этим вырастает, дальше у него есть вопрос. Ну, тогда, значит, он его осуществляет, либо не осуществляет. Или нет? Если ему все-таки приходит эта идея, что с ним что-то не так, это вряд ли. Она ему придет. Но если все-таки приходит, значит, похоже, этот радикал не очень сильно выражен, и, похоже, перемены возможны. Потому что такому, знаете, основательному, доказательному социопату даже в голову придет. Да, очень-очень тяжело, очень тяжело тема. Спасибо. На самом деле, какой-то такой понятный достаточно, мне кажется, радикал, но вот непонятный... Вы знаете, скорее вот то, что важно было понять сегодня, да, это каким образом вот до такой жизни доказывается. То есть вот что нужно с ребенком делать, да, то есть каким образом мы до такой жизни, что называется, докатываемся, да, то есть что должно было в детстве происходить с ребенком, чтобы вот это развилось. Вот скорее вот это надо было говорить сегодня обязательно. Ну, и это часто объясняет, то есть почему они такие. То есть вот, ну, собственно говоря, что лежит за всем этим, какой механизм. Ну, тут, наверное, если должен быть один родитель таким жестоким, это тоже не так легко убрать. То есть это в каком-то смысле не выбор, да, там... Ну, выбор, то есть понятно, что для взрослого человека выбор, но вот чтобы быть таким жестоким по отношению к ребенку, к ребенку родителя тоже должно быть какое-то серьезное нарушение. То есть тут такая получается... ...кольцо. Уф, хорошо, спасибо огромное. Ну, видите, у нас с вами череда тяжелых эфиров. Мы вот про дьявола поговорили, про садапата поговорили, у нас есть башня в следующий раз. То есть, ну, что делать? Ну, вот сейчас ничего, мы под Новый год на звезде закончим. Звезда у нас хорошая, поэтому так вот, чтобы было позитивно. На надежде, да. Да, да. Хорошо, а какой следующий характер у нас будет? Мы поговорим про парамогу в следующий раз. Хорошо. Паранойный характер, вот. Ну, кстати, тоже про паранойю все это слово уже используют в простонародье. То есть, ну, даже с большего понятности, что это такое паранойя, да. То есть, ну, просто поговорим о том, как выглядит человек, у кого это ведущая черта. И тоже, откуда это берется, поговорим. Вот, для того, чтобы просто тоже... Кстати, с ними тоже могут быть проблемы, если мы говорим про тароконсультирование. Ну, там, кстати, есть одна особенность, потому что они чаще всего даже не дойдут до таролога. Очень страшно. Конечно. Так что, да, у нас параноики, да, потом будет звезда, а потом поговорим про что-нибудь приятное. Ну, поговорим про... ну, как приятное, но, конечно, просто чуть полегче. Про историоников поговорим, про театральный характер. А, вот интересно, да, я, кстати, про этот характер мало знаю, мало слышала вообще это слово. Хорошо, тогда на следующей неделе мы увидимся на башне. Да. И продолжим череду эфиров серьезных. Ну, у нас, наверное, осталось еще четыре характера, да, еще четыре характера надо обсуждать. Достаточно еще, даже до конца года не успеем, скорее всего, да? Да, мы не до конца, мы закончим гендарис. Хорошо, спасибо огромное. Тогда я сохраняю эфир. Спасибо. И всем желательно дадимся. До свидания. Да, следующая пятна. Спасибо, до свидания.